Князь Александр И голос его, как труба в народе, Лицо же его, как лицо Иосифа, Которого египетский царь Поставил вторым царем в Египте. Сила же его была частью от силы Самсона, И дал ему Бог премудрость Соломона, Храбрость же его, как у царя римского Веспасиана, Который покорил всю землю Иудейскую. Однажды приготовился тот К осаде города и отопаты, И вышли горожане, И разгромили войско его, И остался один Веспасиан, И повернул выступивших против него К городу городским воротам, И посмеялся над дружиною своею И укорил ее, сказав, Оставили меня одного. Так же и князь Александр побеждал, Но был непобедим. Потому-то один из именитых мужей западной страны По имени Андриаш, Повидав князя Александра, Вернулся к своим и сказал, Прошел я страны, народы, И не видел такого ни царя среди царей, Ни князя среди князей. Услышав о такой доблести Александра, Король страны римской Из Северной земли Подумал про себя. Пойду и завоюю землю Александрову, И собрал силу великую, И наполнил корабли Многие полками своими, Двинулся с огромным войском, Пыхая духом ратным, И пришел в Неву, Опьяненный безумием, И отправил послов своих, Возгордившись в Новгород Князю Александру, говоря, Если можешь, защищайся, Ибо я уже здесь И разоряю землю твою. Скорбно же было слышать, Что отец его князь Великий Ярослав Не знал о нашествии на сына Своего милого Александра, И тому некогда было послать Весть отцу своему. Ибо уже приближались враги. Потому и многие новгородцы Не успели присоединиться, Так как поспешил князь выступить, И выступил против них В воскресенье 15 июля, Имея веру великую К святым мученикам Борису и Глебу. И был один муж старейшины земли Ижорской по имени Пелугий. Ему поручен был ночной дозор на море, И явилось ему виденье чудное в тот день. Узнав о силе неприятеля, Он вышел навстречу князю Александру, Чтобы рассказать ему О станах врагов. Стоял он на берегу моря, Наблюдая за обоими путями, И провел всю ночь без сна. Когда же начало всходить солнце, Он услышал шум сильный на море, И увидел один насад, Плывущий по морю, И стоящих посреди насада Святых мучеников Бориса и Глеба, В красных мглою одетые. Произнес Борис, Брат Глеб, вели грести, Да поможем сроднику Своему князю Александру. Увидев такое виденье И услышав глаз его, Вскоре после этого пришел Александр, И Пелугий, радостно встретив князя Александра, Поведал ему одному о видении. Князь же сказал ему, Не рассказывай этого никому. После того Александр поспешил Напасть на врагов в шестом часу дня, И была сеча великая с римлянами, И перебил их князь бесчисленное множество, А на лице самого короля Оставил след острого копья своего. Проявили себя здесь шесть храбрых, Как и он, мужей из полка Александры. Первый по имени Гаврила Алексич, Второй по имени Збыслав Якунович, Новгородец, Третий Яков, родом палачанин, Был ловчим у князя. Этот напал на полк с мечом, И похвалил его князь. Четвертый, Новгородец, По имени Миша. Этот пеший с дружиною своею Напал на корабли, И потопил три корабля. Пятый, Из младшей дружины, По имени Савва. Этот ворвался в большой королевский Златоверхий шатер, И подсек столб шатерный. Полки Александровы, Видевшие падение шатра, Возрадовались. Шестой, Из слуг Александра, По имени Ратмир. Этот бился пешим, И обступили его враги многие, И пал он от многих ран, И так скончался. Все это слышал я от господина моего, Великого князя Александра, И от иных, Участвовавших в то время в этой битве. На второй же год, После возвращения с победой Князя Александра, Вновь пришли Из западной страны, И построили город На земле Александровой. Князь же Александр Вскоре пошел И разрушил город их До основания, А их самих Одних повесил, Других с собою увел, А иных, Помиловав, Отпустил, Ибо был Безмерно Милостив. После победы Александровой, Когда победил он короля На третий год В зимнее время, Пошел он с великой силой На землю немецкую, Чтобы не хвастались, Говоря, Покорим себе Славянский народ. А был ими Уже взят город Псков, И наместники немецкие Посажены. Он вскоре Изгнал их Из Пскова И немцев Перебил, А иных Связал И город Освободил От безбожных Немцев, А землю их Повоевал И пожег, И пленных взял Бесчисленное множество, А других Перебил. Немцы же дерзкие Собрались И сказали, Пойдем И победим Александра И захватим Его. Когда же Приблизились немцы, То проведали О них Дозорные. Князь же Александр Приготовился К бою. И пошли Они друг Против друга. И покрылось Озеро Чудское Множеством Тех И других Воинов. Отец Александра Ярослав Прислал Ему На помощь Младшего Брата Андрея С Большою Дружиной. Да и у Князя Александра Было много Храбрых Воинов, Как в древности У Давида Царя, Сильных И Стойких. И воины Александра Исполнились Духа Ратного. Ведь Были Сердца Их, Как сердца Львов. И Воскликнули О, Княже Наш Славный, Ныне Пришло Нам Время Положить Головы Свои За Тебя. Князь Александр Противники И Была Сеча Жестокая И Стоял Треск От Ломающихся Копий И Звон От Ударов Мечей И Казалось Что Двинулось Замершее Озеро И Не Было Видно Льда И Базалит Он Был Кровью И Возвратился Князь Александр С Победою Славною И Было Много Пленных В Войске Его И Вели Босыми Под Ликоней Тех Кто Называет Себя Божьими Рыцарями И Прославилось Имя Его Во Всех Странах От Моря Ханужского И До Гор Араратских И По Ту Сторону Моря Варяжского И До Великого Рима В То же Время Набрал Силу Народ Литовский И Начал Грабить Владения Александровы Он же Выезжал И Избивал Их Однажды Выехал Он На Врагов И Победил Семь Полков За Один Выезд И Многих Князей Их Перебил А Иных Взял В Плен Слуги Его Насмехаясь Привязывали Их К Хвостам Коней Своих И Начали Они С того Времени Бояться Имени Его В то В то же Время Был Восточной Стране Сильный Царь Которому Покорились Народы Многие От Востока И до Запада Тот Царь Прослышав О такой Славе И Храбрости Александра Отправил К нему Послов И Сказал Александр Знаешь Ли ты Что Мне Покорились Многие Народы Что Же Один Ты Не Хочешь Мне Покориться Но Если Хочешь Мне Покориться Сохранить Землю Свою То Приди Скорее Ко Мне И Увидишь Славу Царства Моего После Смерти Отца Своего Пришел Князь Александр Во Владимир В силе Великой И Был Грозен Приезд Его И Промчалась Весть О нем До Устья Волги И Жены Моавицкие Начали Стращать Детей Своих Говоря Вот Идет Александр Решил Князь Александр Пойти К царю Ворду И Благословил Его Епископ Кирилл И Увидел Его Батый И Поразился И Сказал Вельможам Своим Истину Мне Сказали Что Нет Князя Подобного Ему Почти Выжи Его Достойно Он Отпустил Александра После Этого Разгневался Царь Батый На Меньшего Брата Его Андрея И Послал Воеводу Своего Неврюя Завоевать Землю Суздаль Суздаль Разорения Неврюем Земли Суздаль Князь Великий Александр Воздвиг Церкви Города Отстроил Людей Разогнанных Собрал В дома Их И Умножились Дни Жизни Его В Великой Славе Ибо Любил Священников И Монахов И Нищих Метрополитов И Епископов Почитал И Внимал Им Как Самому Христу Было В те времена Насилие Великое От Инноверных Гнали Они Христиан Заставляя Их Воевать На Своей Стороне Князь Великий Александр Пошел К Царю Чтобы Отмолить Людей Своих От Этой Беды А Сына Своего Дмитрия Послал В Западные Страны И Все Полки Своей Послал С ним И Близких Своих Домочадцев Сказав Им Служите Сыну Моему Как Самому Мне Всей Жизнью Своей И Пошел Князь Дмитрий В силе Великой И Завоевал Землю Немецкую И Взял Город Юрьев И Возвратился В Новгород Со Множеством Пленных И Большую Добычаю Отец Живо Бог И Большой Чин Принять Схиму И Так С миром Дух Свой Предал Месяца Ноября В Четырнадцатый День На память Святого Апостола Филиппа Метрополит Метрополит Кирилл Говорил Дети Мои Знайте Что Уже Зашло Солнце Земли Суздальской Святое Жетело Александра Понесли Городу Владимиру Метрополит Князья И Бояре И Весь Народ Малые И Большие Встречали Его В Боголюбове Со Свечами И Кодилами Люди Же Толпились Стремясь Прикоснуться К Святому Телу Его На Честном Одре Стояли Же Вопль И Стон И Плач Каких Никогда Не Было Даже Земля Содрогнулась Положено Же Было Тело Его В Церкви Рождества Святой Богородицы В Великой Архимандритье Месяца Ноября В 24-й день На память Святого Отца Амфилохия Было Же Тогда Чудо Дивное И Памяти Достойное Когда Же Было Положено Святое Тело Его В Гробницу Тогда Севастьян Эконом И Кирилл Митрополит Хотели Разжать Руку Чтобы Вложить Грамоту Духовную Он 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 Будто Живой Простер Руку Свою И Принял Грамоту Из Руки Митрополита И смятение охватило их, и едва отступили они от гробницы его. Об этом возвестили всем митрополит и эконом Севастьян. Кто не удивится тому чуду, ведь тело его было мертво, и везли его из дальних краев в зимнее время. И так прославил Бог угодника своего.